МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Но я так кажу, сранку подымаемся, а покуда, никто никуда не еды. Тут ночуем, а? А мы... Я же сказал, никто никуда. И чтоб никто никому. Ну, а если Богу будет угодно, то мы у этих монахов испытаем, кто им на нас спывает. Так? Так, да. Так, да. Ничего, конечно, правда. Наливай. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наль номе ле падре, эт филио, эт спиритом санте, туум амон. 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 Ступайте. И час близится. Молитесь о погибели царства Люциферова. Да по молитвам и сбудется. Амон. Амон. Ступайте, дети мои. Угу. Сладкий в этот раз. Все. Ступайте, ступайте. И мне творожка в следующий раз принеси. Хорошо? Хорошо. Корзину эту в келью ко мне отнесешь. Да помойсь, пяток. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну и что же вас так скоро привело в нашу смиренную обитель, дети мои? Неужто грехи ваши вызывают к покаянию? Не желаете, кстати, исповедаться? М-м-м. Я беру недорого. Труку убери. Грехи обождут святой отец. Мы по мирскому делу. Можно и по мирскому, если дело веселое. На, вот, пробуй. Сладкие. Отобедаем, чем Бог послал. Два трапезы и обсудим. Да, широко гуляют урки. Саша. Дай глянуть. Да, широко гуляют урки. Саша. Дай глянуть. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что же это за дело такое срочное, что даже не дали передохнуть? Не знаю. У меня направились сюда. Завтра приедет казначей. И даст вам точную задачу. Послушайте, Галецкий, а не надоелось колером быть? Задачки чужие исполнять. А вам? А мы скоро на каникулы. Это, а куколка? Давно пора. Уже по селам всякое болтают. Люди не слепые. Шумновато у нас, конечно, не скрою. Грех-то. Признаю, признаю. Ну, а что с них еще возьмешь, с босиков-то? Как вам вообще это все в голову-то пришло? Да то божий промысел, сын мой. Ну, что? За раз темно станет. Обсмотри кругом. Шо там как. Понял? Юзык. Давай, пошли. А ты, Стефан, давай к нам. Ты сам батюшняк. Ха! Пожор. Бьем. Гуляем. Бьют. Помираем. Да вы Богу не боитесь. А мы никого не боимся. Правда, Ганночка? Так что артир цветы и угодники я намерен прикрыть. И дело, по которому вас ко мне прислали, это я еще посмотрю, братцы или нет. Я ж ведь господам белогвардецам ничем лично не обязан. У нас отношения исключительно кобежеские. И куда же вы отсюда? В Америку. Почему в Америку? Потому что сволочь и дурак. Слится. Хочет меня на себе женить. Зря я, что ли, на тебя молодость потратила? Купили бы дом, жили. Денег на столе хватит. Мне нельзя жениться, Фасулечка. Нам не чин монашеский. Черт, тебе на том свете весь язык блавками исколют. Не говоря про остальное и прочее. Ну, фу. Становишься скучной. Куколка. Будешь так себя вести. Никогда, никуда с собой тебя не возьму. Кусается? В Америку, Галецкий, в Америку. Там сейчас вся жизнь. Вот смотри. Это, Галецкий, Нью-Йорк. Город желтого дьявола. Кругом сплошные небоскребы, подземная железная дорога. И там у них еще только улица, и самое главное Бродвей называется. Так сорок голых баб в одних туфлях танцуют квик-степ Аргентина. А? А ты говоришь, жениться. Скучнейшие большевики отменили сухой закон. А американцы, они же прогрессивные. Ты знаешь, сколько бутлеги разрабатывают на контрабанде алкоголь? А? Бешеные деньги. Мальчишки на первый заработанный доллар покупают автомат Томпсона. Видел ее, кстати, как-то в Дансе. Лихая машинка. В Европе до такого не додумались. Черт. Я хочу туда. И я там буду. Простите, а такая мелочь, как электрический стул, вас не беспокоит? Бог с вами. Если я смог выжить в этих мерзких краях в чудовищное время, бросите. А то Машайда к нам. Вы человек рисковый, мне нравитесь. Сразу видно, вы не по политической части, хотя и офицер в прошлом. Благодарю вас за предложение, но у меня другие планы. Не за что. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Близну с собой возьму. Таких специалистов в Америке не густо. Смотри-ка, заломает он сейчас вашего. Субтитры создавал DimaTorzok Давай, Стэпан! Удобей их! Ну, а я что говорил, с близды никто не совладает. А я медведь! Батька к вам, брат. Пусть обождет. Я вынужден извиниться, срочное дело. Я на левой шкворим пальцем гну. Давай, давай, давай. А куда он делся? А куда он делся? Может, сюда пошел? Псс! Это ход! Давай! Чеши до нашего! Псс! 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 Гости к нашему падре! Псс! 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 Здравствуй, братец! Псс! Все хоронишься! Не надо, чтоб твои меня видели. Приготовил? Ага! А хоть бы и видели толку-то! Все равно скоро соезжаю! Не скоро! Что так? Все королевну не может свою окрутить! Плюнь ты на нее, Коля! За неделю не уломаю! Плюну! Проводи! Плюну! Эти здесь откуда? Что? Ты чего это, братец? Будто Бецов увидел! Своей это! Своей! Это твоя смерть, братец! Или моя удача! Или моя удача! Ну что? Пора и на покой! Все, пап! Ага! Пуск вас проводит в Ашкели! Послушайте! А не хотите увидеть нечто необыкновенное? Что именно? Сердце монастыря! А? Прошу! Ух! Па-па-па-па! Пай-па-па-па-пай! А-ха-ха! А-ха-ха! Хорошо! Эй! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что скажете? Субтитры сделал DimaTorzok К сожалению, эта роскошь не грозит А вот вас Я к ним с удовольствием пристрою Руки! Ведь вы и безбожники Может, они ворота вовсе не откроют? Надо идти, Злотый Только вы не с нами Как так-то, пан Злотый? Они же батьку закололи Вы не с нами Сховайтесь у ворот Когда мы на них надавим Они к воротам побегут А там вы их встретите Вот и рассчитайтесь Зажмут тебя батьку своего Ну, я там вас показываю Идемте за мной Бедный Йорик Вот тут были губы Которые отцеловал так часто Ну, и где теперь твои остроты? Шутки-песни? Паровые веселья, заставляющие смеяться весь стол? Ну, ничего не осталось Чего? Грустно Кстати, в молодости я выступал на сцене Между прочим, имел большой успех Мог бы Выйти в приличной трагике Начинай Сашка! Сашка! Нема, раздейся Сашка! Сашка! Кто ж его? Злотый Может, не стоит туда ссуаться? Не можно Двигай давай За нами все! Самое время покаяться, сын мой! Идиот! Завтра будете отвечать перед казначеем Я? Что ты, сын мой? Я отвечаю только перед всевышним А вот вам придется перед казначеем Может, еще не знаешь, что вы на красных работаете? А? Что ты несешь-то, а? Никаких красных Вы что, здесь вообще все перепелись, а? Я так расскажу ты ему, а? Да! Ух ты! Сука! Убил тебя! Убьешь, убьешь! Почекай зараз! А, я так понимаю, для вас это тоже сюрприз, да? Стой! Ха-ха-ха! Легается? В зале тех? Да взяли! Батька зараз пытает Поспать не дали, подлюки Ну, наливай, выпив У нас тут всякое разного инструмента завалялось Которым братья в старые времена еретиков в веру обращало Даже где-то есть испанский сапог Ну, да ладно, с ним возиться долго Поэтому мы, наверное, просто обычной кочергой обойдемся Да, брат Близин? Да, батя Ну и готовь, как умеешь Послушайте, у меня такое ощущение, что казначей завтра вовсе и не явится Я тебя убью Да что ж вы все заладили, убью да убью Это грех, сын мой А может он вас вовсе и не присылал ко мне? Тогда зачем вы здесь? Зачем? Вы бы рассказали все ей Богу Ух! Ой! А мы вас тогда утром повесим без мук, чинно, благородно Обещаю Всех пьем у Живых нам не треба Так, золотый? Того за рыбы Ого! Ого! Это еще что за сюрприз! Ну-ка быстро все наверх! Близно караулишь! Грехи Блигай, zoo Ну вот и все! Дети мои! Господь отвернулся от нас. Уходим! – Куда? – Преисподня. Облизно. Надо его позвать. Зовись хочешь. Даже шкурку не попортил. Степа. Даже шкурку не попортил. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Музыка А-а-а! 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 Вовремя, вы, пан Злотый! У вас же не дочекаешься? Че откройте ворота, че не? Они. Уже лучше мы сами. Козак, Абата взяли? Не, не видел его. Там за гаморой вход под землю, но они туда. Но я потом за ними, но там темень, земля сыплется. Ну, забоялся я дальше идти. Старый ход видно, давно рыли. Жалко, что ушли. У Абата гость был. Узнать бы кто. Вот с их спытаем. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Конечно, когда его нет, так я и не пускаю на такую достойную панну. Прошу, панна. Пан Галецкий, скажу, я такой приличный молодой человек. И такой воспитанный. И красавчик. Допустим, я интересуюсь, кем такая панна приходится пану Янушу, чтоб так интересоваться. Я… Я его знакомая. Ну, я ж так и думала. Присаживайтесь хоть на кресло. Я только записку напишу. Я принесу папир и чернила. Спасибо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Уже несу. Это такой папир как раз для такой панны прекрасной. Такой хороший, с муаровым узором. Как раз для такого случая. Я купила, когда ездила до тети в Лодзь. Вы на нем все напишите, и он... Порадуется. Странно. Стоп. Собирайся. Могу я видеть госпожу Белинскую? Она уехала. Совсем уехала. Уехала. А господин Галецкий? Он здесь? Прошу, за мной. Субтитры создавал DimaTorzok Газеты, газеты, свежие газеты. Газеты, газеты. Покупайте, дай. Газеты, газеты, свежие газеты. Газеты, газеты, свежие газеты. Покупайте, дай. Газеты, газеты, покупайте. Газеты, газеты, покупайте. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сию секунду, господа! Вы? Здравствуйте! А что вы так на меня смотрите, как будто увидели мертвеца? Мерзовеца? Вы шутник! Простите! Просто тяжелая ночь удалась! Я не сомневаюсь! Признаться, вы меня удивили! Не думал, что решитесь на такое! То есть, вы уже знаете про монастырь? Цимбал вам все рассказал? Какой монастырь? При чем здесь цимбал? Я лично присутствовал на похоронах! О чем вы, Николай Дмитриевич? На каких еще похоронах? На похоронах Януша Галецкого? Вашего друга, которого вы застрелили? Что вы несете? С практической точки зрения, вы поступили очень верно! Устранили опасную помеху! Вот только, боюсь, Ирина вашу рациональность не оценила! Послушайте, я не очень понимаю! Янушайте! Ну уж передо мной-то не надо Достоевского разводить! Выс! Выс и убилис! Куда они уехали, Адам? Мне не докладывали! А знал бы, не сказал! Как схоронили пана Януша, так и уехали! Мне велели за домом глядеть! Вы бы тоже того ехали! Грех это! Нежно можно! Нежно можно! Сперва такое натворить! А потом на могилке любоваться! Бог такого не потерпит! Бог! Бог! Он исчез. Думаю, той же ночью ушел к красным. Полиция пока бездействует, но рано или поздно им донесут об убийстве, и они начнут вас искать. Слава Богу, никто не знает, что вы здесь. Я купил эту дачу совсем недавно, а ее существование никому не известно. Спасибо вам большое. Я думаю, нам нужно уехать, как я и хотела, в Варшаву, к тете. Ирина. Неужели, после всего этого кошмара, вы так и не поняли, кто вам друг? Конечно, нужно уехать. Но не в Варшаву. Вас там точно отыщут, особенно, если узнают, что останет агент большевиков. Да, вам ничего не грозит, но будут допросы, унизительные. Я уже не смогу вас от этого защитить. Пусть. Если ничего сделать нельзя, Ирина, можно? Не нужно. Вспомните наши планы. Едемте со мной. Я почти закончил здесь свои дела. Едемте, хотите, в Италию, во Францию. Мне все равно. Вы не пожалеете, клянусь, вы не пожалеете, Ирина. Николай. Николай Дмитриевич. Простите меня за все, но это невозможно. Я до сих пор не верю, что это мог сделать. Даже после того, как нашли эту ладоньку, ну, вы в комнате? Перестаньте себя обманывать. А Станин чекист. А чекист значит убийца. Стойте. Да стойте ж. На тебе. Я не хотел отдавать. Она приказала. Я не хотел. На тебе. Поехали. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. КОНЕЦ Мы вчера были на вашей могиле. Пана полковника очень огорчила ваша смерть. Он будет рад, что вы воскресли. Остается спросить, кто же вы такой? Молчите? Зря. Если применить элементарную логику, все и так ясно. Я виделись накануне известных событий из Савдепи. Под чужим именем имею прекрасную легенду, значит вас хорошо готовили, эффектно вступили в контакт. А когда появился тот, за кого вы себя выдали, вы его убили. Кто же вы? Ответ. Большевицкий шпион. Увести. Не спешите. Продолжим беседы у меня в подвале. Пан Ангел умеет допрошибать не хуже, чем косталом от мистера Сычева. Я говорю вам, не спешите. А то вы наделаете глупости, о которых даже пожалеть не успеете. Вы меня угрожаете, а? Я вас предупреждаю. Пан полковник, если вы незаконченный идиот, мы с вами поговорим наедине. Это в ваших же интересах. Зайди. Освободите мне руки. Пан полковник, я очень сильно устал. И либо вы снимаете с меня наручники, мы с вами говорим наедине, либо мы едем к вам в подвал. Слушаю вас. Это не надо слушать, как говорит пани Цыпкис. Это надо видеть, пан полковник. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Паня Магда. Зачем вы встали? Не могу я спать, а засыпая его, вижу, как он в гробу лежит красивый такой, как королевич. Я Богу молилась за упокой его души, Януша моего. Оттого я прокляла. Старым проклятим, каким еще бабка моя проклинала, да не спошлет Господь на него глад и жажду, гнев и муки и напасти злых ангелов, пока не попадет он в глубины ада, где вечный мрак, неистовый огонь, вечный дым, печаль без удаления, изо дня в день растет всяческое зло. Господь с вами не со мной, раз так поразил меня на старости. Кто вы, что вам нужно? Вы несчастные странники, нуждающиеся в пище и ночлеге. А вы? Не вы ли пана Белинская? Очаровательная невеста моего брата. Вы брат Николая Дмитриевича? Конечно! Откройте! А ну, заходите, конечно! Я его куза! Имею честь представиться Алоизе Икнышевич. Позвольте отрекомендовать. Моя невеста, пани Гражина. А это мой верный слуга. Богдан! Не жаль, прошу вас о ночлеге. Хорошо. Да усадитесь. Вы… Что ж с вами приключилось? Несчастье. Огромное несчастье. Очарательная Ирина. Ну, если у вас остался от ужина кусок холодного мяса и бокал ярко-красного вина, я вам с удовольствием поведаю о наших злоключениях. Да, конечно. Конечно, конечно. Пойдем, Магда. Да. Да черт улюсь! Че ты поглажешь? Проходи. Эти картинки – чепуха. Ну, чем таким страшным они вам грозят? Ну да, репутация у вас будет погублена. Имя опозоренное. Я думаю, что даже и со службы вас выгонят. Среди офицеров генштаба не приняты такие развлечения. Но это даже не самое главное. Все намного сложнее. Пан полковник, настоящий кошмар, пан полковник, начнется, если кто-нибудь узнает, что вы взяли к себе на службу большевистского шпиона. Мобилизационный план, который сейчас находится в штабе Ромовского – это фальшивка. С первой страницы до последней. Это тщательно спланированная операция иностранного отдела ОГПУ. Ну и как? Вы доложите об этом господину графу? Я сомневаюсь. Но и это не самое главное. Документы из моего сейфа. Да, они находятся в Минске. Их тщательно изучают и принимают меры. Вы об этом тоже доложите его светлости и генералам? Знаете, я думаю, что вас не расстреляют, нет. Вас повесят. Все такое-то выбью моей жены. Нет. И я вам об этом уже говорил. Вы знаете, мы можем работать дальше. Вы нужны мне, я нужен вам. Я надеюсь, вы не собираетесь меня убивать. Вы же понимаете, в этой игре ставки равны. Моя жизнь против вашей. А так что, в подвал? Раз нет, пан полковник, я прошу вас уйти. Я очень сильно устал. Что вам угодно, я уже собиралась спать. Что вам угодно, я уже собиралась спать. Нам нужно поговорить. Но не в это время суток. Я устала. Я не отниму. У вас много времени. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok